В 1800-го года мало что известно, лишь то, что он изучал каббалу за 300 лет до Мадонны. А теперь мы дадим Бену еще шанс показать себя. Это задача из одной... телеигры. Так? Бен, вы участвуете в телеигре, и вам дана возможность выбрать одну дверь из трех. Ясно? За одной из дверей новый автомобиль, за двумя другими самокаты. Какую дверь выберете? Номер один. Бен выбрал дверь номер один. Теперь ведущий, которому известно, что находится за каждой из этих дверей, решает открыть другую дверь, например, дверь номер три. И мы видим, там самокат. Дальше. Бен. Ведущий спрашивает. Бен, ваш выбор остается за дверью номер один? Итак, стоит ли вам изменить свой выбор? Да. Ого! Но ведь ему известно, где машина. Так, откуда вы знаете, что он не пытается вас запутать таким психологическим ходом? Ну, меня это не волнует. В смысле, мой ответ основан на статистике, на замене переменной. На замене переменной? Это был простой вопрос. Но он все изменил. Поясните. Ну, в первый раз вероятность правильного выбора составляла 33,3 процента. Но после того, как он откроет одну из дверей, она составит 66,7 процента, если я изменю свой выбор. Поэтому я выберу дверь номер два и поблагодарю за лишние проценты. Точно. Если вы не знаете, какую из дверей открыть, всегда принимайте в расчет замену переменной. Большинство не изменило бы свой выбор из-за паранойи, страха, эмоций. Но мистер Кэмпбелл убрал свои эмоции и благодаря простой математике он выиграл новенький автомобиль! А на нем удобнее ездить, чем на самокате. Хорошо, господа, на сегодня все. Ваши работы с оценками лежат вон там. Уходя, можете забрать.